О незаконной экспертизе больного Дворкина и якобы пропавшей девушке, продавшей квартиру. Часть 2. Этот эпизод о якобы пропавшей чьей-то дочери, Марине Ильиной, он как бы не выделен в отдельный, самостоятельный эпизод. Тем не менее, он есть в экспертизе, оформленной и подписанной Прокопишиным и Кудеяровой, но проведенной, как оказалось и доказалось врачами Института имени Сербского, психически нездоровым Дворкиным по заказу следователей Таганской прокуратуры. Эпизод этот есть и в приговоре Таганского суда от 07 июля 2008 года в отношении Григория Петровича Гробового. Он проходит какой-то параллельной нитью со всей негативной информацией, придуманной изощренными умами заказчиков и исполнителей уголовного преследования. Якобы пропавшая молодая женщина с проданной накануне квартирой привлекает внимание тех, кто не особенно верит СМИ, но вот про квартиру почему-то верит. Эпизод, он как бы соприкасается со всей клеветой и дополняет ее или наполняет ее. Мы просто анализируем то, что содержит ложную информацию и понимаем, как это может влиять на неподготовленное сознание, не готовое воспринимать информацию как наглую ложь. Так вот, предположим, что кто-то верит в воскрешение и не верит в обман жителей Беслана, потерявших детей в теракте 1-3 сентября 2004 года. Такие люди были и есть, их много, их большинство. Проданная же квартира и пропавшая дочь Эльвира Ильиной, пусть даже и в 2002 году, вызывают у людей негативную волну возмущения. Против кого? Против того, у кого Марина работала. Но ведь она еще где-то работала, с кем-то общалась, жила в семье. Нет, эти вопросы не возникают у людей. Возникает возмущение и уверенность в виновности оклеветанного человека, а значит и в якобы правдивости всей клеветы. Хотя сама клевета чудовищна. В такой информационной войне профессионалы проведения информационного террора побеждают, что мы наблюдаем много лет на гражданах нашей страны и гражданах других государств, вовлеченных в эту информационную войну. Эпизод в экспертизе, том 3, уголовное дело, номер 37, 60, 62, лист, дело 210, 275. Так выглядит. Фрагмент представлен перед зрителем. В качестве иллюстрации результатов психологического воздействия на личность по методикам Гробового Григория Петровича может служить случай или иной Марины. В практике психиатрии и клинической психологии сведения о персоне обследуемого, полученные от ближайшего окружения, используются в качестве объективных аномнистических данных о его личности и особенностях поведения, в том числе и в случаях судебной, посмертной психолого-психиатрической экспертизы. Имеющиеся материалы, например, ксерокопия статьи «Гробовой отнял у меня дочь» автора Дмитрия Соколова-Митрича, опубликованная в газете «Известия» от 12.10.2005 года, достаточно полно отражают картину характерных изменений личности последователей учения Григория Гробового в процессе контакта с организацией Гробового Григория Петровича. Далее идет подробный пересказ статьи Соколова-Митрича и разбор этого материала. Что видим? Коллективное сотрудничество, причем очень тесное. Соколов-Митрич написал статью. Дворкин ее обработал в нужном направлении, а Прокопишин с Кудияровой подписали. Прокопишин – соратник и единомышленник Дворкина. Такой вывод можно сделать после просмотра их совместных пресс-конференций. Про подписи экспертов в ходатайстве Гробового Григория Петровича номер 523-С сказано. Эксперт Кудиярова Надежда Юрьевна подписалась под выводами эксперта Прокопишина Ростислава Александровича в день окончания исследований, проведенных Прокопишиным. То есть без анализа этих исследований, что нарушает статью 7 Федерального закона о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации номер 73 ФЗ от 31 мая 2001 года, по которой при производстве судебной экспертизы эксперт не может находиться в какой-либо зависимости от других лиц и дает заключение на основе результатов проведенных им исследований. За один день провести самостоятельное исследование экспертного заключения Прокопишина Кудиярова не могла, так как отсутствовал процессуальный срок, необходимый для выполнения статьи 16 Федерального закона номер 73 ФЗ обязанности эксперта. Следовательно, есть основания полагать, что она, эксперт Кудиярова Надежда Юрьевна, могла находиться в какой-либо зависимости от других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперты Прокопишин, Ростислав Александрович и Кудиярова Надежда Юрьевна должны были быть отведены на основании пункта 3, части 2, статьи 70 УПК РФ «Отвод эксперта», так как обнаружена их некомпетентность. И зачем Кудияровой было читать экспертизу Прокопишина, если она точно знала, что написана экспертиза Дворкиным Александром Леонидовичем? Экспертиза была как бы начата 17 апреля 2006 года, а окончена 7 июня 2006 года. На самом деле, по информации от информационного агентства «Регнум», экспертиза готовилась с 11 марта 2005 года, а скорее всего и раньше, потому что Дворкину были переданы с трудами Григория Петровича Гробового, вероятно, и проектные наработки преследования, которые потом уже были озвучены Чуевым в его интервью к тому же самому агентству в октябре 2005 года. Во время интервью заведующего кафедры сектоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина, корреспонденту информационного агентства «Регнум», в кабинет к известному сектоведу вошли следователи Таганской прокуратуры с предложением провести экспертизу книг Гробового. Это происходило 11 марта 2005 года. По Прокопишину можно сделать такой вывод. Эксперт Прокопишин был заинтересован в уголовном преследовании Гробового Григория Петровича. Поскольку свидетель защиты, назовем ее КНП, в судебном заседании 30 мая 2008 года указала на приятельские отношения Бреева и Прокопишина. Суд использовал формулировки Бреева, который, в свою очередь, пользовался материалами заключения комплексной социально-психологической экспертизы от 7 июня 2006 года, что юридически не может быть положено в основу обвинения, поэтому приговор подлежит отмене. Может показаться, что материал перенасыщен доказательствами? Может, конечно. С другой стороны, хотя какое-то ознакомление с материалами дела должно быть, не все же воспринимать придуманную клевету и откровенную ложь. Логические обоснования незаконных действий приводят к тому, что человек легко начинает понимать и другие материалы. Может анализировать другие события, происходящие в мире или в его личной жизни. Можно обучаться на аналогичных примерах и подобных ситуациях, хотя лучше их не проходить. Поэтому просто понимаем и учимся вместе анализировать. В приговоре Таганского суда от 07.07.2008 года по Ильиной есть следующее. В ООО Геоведжер и ПБО ЮЭЛ Калашников в конце 2005 года по делу, связанному с пропажей Ильиной, переводившей когда-то работы гробового на французский язык, и в апреле 2006 года после задержания гробового, уже по настоящему делу проводилось два обыска, в ходе которых большая часть документации организации была изъята. В частности, договор аренды, платежные документы, компьютерные процессоры. Это еще раз подтверждает факт того, что показания свидетелей не учитывались, не проверялись, на них не ссылались, кроме факта силового давления суда, на поликлиники и оздоровительные центры, посмевшие дать свидетельство восстановления здоровья. После такого давления главврачи любыми способами отказывались от данных документов, вплоть до того, что якобы человек не ходил просто к ним на прием или документов нет, потерялись. На допросе 15 мая 2008 года в Таганском суде было так. Свидетель. О ней и ее судьбе я слышала в коридорах прокуратуры, что Марину Ильину нашли в Сибири. Она живет и здравствует. Да, ничего с ней не случилось. Она просто уехала из Москвы. Адвокат Макаров. А какая это Марина Ильина? Судья Иванова. В газетах писали. Свидетель. Да не только в газетах писали, по телевидению рассказывали. Григория Петровича обвиняли в том, что он виноват. Там же мама говорила, что Григорий Петрович виноват в ее исчезновении. Судья Коновалова перебивает. Если бы Григория Петровича обвиняли, то был бы еще один эпизод. Его никто ни в чем не обвиняет. Далее. Во всяком случае, по этому эпизоду не обвиняет. Как видим, в обвинительный приговор эпизод был внесен. Только непонятно на первый взгляд его назначение. Несмотря на слова судьи Коноваловой и несмотря на знания Ивановой, кто такая Ильина. Так вот, назначение этой информации в приговоре Таганского суда предполагается такое, что этой информацией утверждает суд якобы законность проведенной экспертизы Дворкиным и подписанной Прокопишиным и Кудеяровой. Информация об Ильиной занимает не три строчки, а несколько страниц незаконной экспертизы. Нельзя ее пропустить или не заметить, иначе рассыпается вся последовательность, как бы наполненность подобранной лжи в рамках информационного терроризма. Все судьи знали, все понимали, прописывая в приговор клевету за клеветой, нарушение за нарушением. Им, судьям, все, наверное, было позволено в рамках выстроенного заказного дела. В протокол имена Таганского суда от 15 мая 2008 года была внесена такая информация, которая есть в уголовном деле. Адвокат Токарев, вам известна Марина Ильина? Свидетель. Лично незнакома, но я знаю, что ее нашли в Сибири, где она живет и здравствует, а Григория Петровича обвиняли в ее исчезновении. Информация сохранилась. Если она есть, значит, будет востребована и получит дальнейшее оправдательное развитие для всех. Хотя, в принципе, она уже озвучена в оправдательном направлении и по закону всеобщих связей развивается. Накануне теракта в Нальчике, то есть 12 октября 2005 года, было вброшено в информационное пространство не только России, стран СНГ, но и европейских стран такое количество негативной информации про Григория Петровича, что из-за такого вброса можно было предположить действительно какое-то очень серьезное событие, чем и явился теракт в Нальчике 13-14 октября 2005 года, о котором был дан прогноз Григорием Гробовым. Любой пользователь интернета может в любое время проверить этот информационный поток или шквал клеветы и откровенного вранья. Естественно, что прогноз о теракте в Нальчике закрывался тем обещанием, которое придумал Варсобин, якобы обещанным воскрешением детей Беслана. О придуманном Варсобином обещании воскрешения подробно рассказано в видеосюжете, поднимая вопрос о Беслане в связи с развитием человека в вечность. В сюжете совершенно понятно зрителю, откуда взялась эта информация. Показано признание Варсобина на весь мир, что гробовой Григорий Петрович Беслане не был и денег не брал. А вот повторяющаяся информация о якобы пропавшей Марине Ильиной, которую Русская служба новостей 2 июля 2014 года назвала уже якобы Леонидовой, привлекает внимание обманутого читателя до сих пор. В адвокатской претензии Конева Вячеслава Геннадьевича написано так. Записи о гражданке с именем Марина Леонидова не обнаружено. В каких-либо материалах 2004 года, ни до этого года, ни после. Соколов-Митрич пытается сохранить за этой информацией прежний статус, но он не должен восприниматься как достоверный, тем более сейчас, после доказательств невменяемости Творкина. Информационные вбросы именно об Ильиной были такие, например, 12 октября 2005 года, общество Дмитрий Соколов-Митрич. На этой неделе истекает срок, в течение которого сектант Григорий Гробовой, объявивший себя Христом во Втором пришествии, пообещал устроить в Беслане всеобщее воскрешение погибших. Тем временем прокуратура продолжает проверку деятельности секты воскресителей, но пока ощутимых результатов нет. Обращаем внимание. Пока ощутимых результатов нет. Главная проблема для правоохранительных органов – найти людей, которые официально назовут себя потерпевшими. Между тем в известие обращаются сотни так называемых непрямых потерпевших. Это те люди, чьи родственники, уйдя в секту Гробового, выпали из жизни. Причем некоторые выпали из жизни в прямом смысле слова. Из вестие публикуют историю москвички Марины Ильиной. Бесплатно, проработав фонде Гробового 4 года, она пропала без вести. Расследование уголовного дела по факту ее исчезновения безрезультатно тянется до сих пор. Если кому-нибудь известно о ее местонахождении после 18 сентября 2002 года, позвоните в редакцию. Этот же эпизод или придуманная история повторяется в 2010 году. Хотя мы помним, что на допросе в таганском суде было сказано, что Марину Ильину нашли и нашла дама, которая ранее работала в прокуратуре. Анна Данилова спрашивает в своем интервью 26 мая 2010 года Дмитрия Соколова-Митрича. Вы много общались с пострадавшими? Как вы можете охарактеризовать их состояние? На что Соколова-Митрич отвечает? Чаще всего пострадавшие себя таковыми не считают. Они не способны понять, что с ними происходит. Как правило, жертвами себя чувствуют не те, кто попали в секту, а их родственники, теряя на глазах близких. У меня такой пример перед глазами – москвичка Марина Ильина. Прекрасный переводчик с французского. Бесплатно проработав в фонде гробового 4 года, она продала квартиру и пропала без вести. Вот в данной ситуации пострадавшая ее мать, которая уже много лет ничего не знает о судьбе дочери. Короткий вариант версии такой – исчезнувшие. Не знаем, как насчет воскрешения, но вот обратный процесс исчезновения людей, связанных с гробовым, уже замечен. Переводчик Марина Ильина бесследно исчезла через 4 года сотрудничества с фондом гробового. Расследование до сих пор ни к чему не привело и поиском Марины в основном занимается ее мама Эльвира Львовна. Марина пропала через 6 дней после того, как продала двухкомнатную квартиру. Этот вариант был вброшен во все информационное пространство – печатные издания, электронные издания, блогосферу, сайты, форумы и все, что можно придумать. Клевету оставим адвокатам и оправдательному суду. Обратим внимание только на то, что и подтверждал Варсубин в открытой студии канала ТВ-5 с телеведущей Никой Стрижак 27 мая 2010 года. Хотя тут же противоречил сам себе, заявляя, что много есть эпизодов по обвинению Григория Петровича Гробового. Так были ли эпизоды? Что пишет тот же Соколов Митрич? А он пишет так в тексте его статьи. Пока ощутимых результатов нет. Главная проблема для правоохранительных органов – найти людей, которые официально назовут себя потерпевшими. Не было осенью 2005 года результатов, не было потерпевших, кроме Варсубина, да и тот был не потерпевшим, а исполнителем чьей-то сатанинской воли. Не было желающих клеветать, лгать, оговаривать. Но, к сожалению, машина информационного терроризма набирала обороты и время работало в накопительном варианте негативной информации. В статье дважды повторяется «Результатов нет», но каждый видит то, что хочет видеть, или его заставляют видеть только искаженную информацию. Однажды в центре Москвы в июле 2007 года на митинге с требованием рассказать российскому народу о стопроцентной подтверждаемости прогнозов гробового Григория Петровича «К нам подошла женщина средних лет с откровенным возмущением против совершаемых нами действий. Мы стояли с плакатами в Новопушкинском сквере. Так вот, дама возмущалась тем, что продают люди квартиры, и потом эти люди пропадают, а мы тут, непонимающие, с плакатами стоим. Пришлось поинтересоваться, что имеется в виду. Оказалось, что дама работает или работала с Эльвирой Ильиной, матерью якобы пропавшей Марины Ильиной. Рассказали ей историю, которую получили через третьи руки. Человек не хотел светиться. Далее понятно, почему. Марину нашла бывшая сотрудница прокуратуры, потому что ей очень хотелось помочь Григорию Петровичу. Дочь Эльиной нашлась в Сибири. Она не терялась. Она просто уехала навсегда от матери, с которой были серьезные разногласия. История этой 12 лет. Но и сейчас не хочется озвучивать ту грязь, которая навсегда развела мать и дочь. Это право Марины. Это ее выбор. Если она не хочет, чтобы о ней кто-то знал, значит не надо настаивать на этом. А что делают СМИ? В частности, у Русская служба новостей. Они снова повторяют историю, изменив фамилию. Но ведь история все та же самая. Факт поиска и нахождения Марины был предъявлен Таганскому суду 15 мая 2008 года. Но зафиксирован почему-то очень обтекаемо в протоколе. Почему обтекаемо? Потому что надо было изымать тогда этот эпизод из КСПР. А это значит, что сама экспертиза вызывала бы сомнения. Любое нарушение должно было трактоваться в пользу обвиняемого по делу номер 37.60.62 в отношении Григория Петровича Гробового. Так в правовом государстве при соблюдении законов делается. Сегодня сведения о якобы пропавшей девушке с интересом были выслушаны. И в центре Москвы тогда они тоже были выслушаны коллегой Эльвиры Львовны. Она поразмышляла над полученной информацией и подтвердила, что такое вполне возможно. Возмущений больше не было. Она ушла молча, вероятно, обдумывая жизненные повороты судьбы. Зомбирование людей всеми средствами массовой информации не приносит людям радость и мир в душе. Клевета и ложь разрушают неустойчивое и неподготовленное к таким жестким испытаниям сознание. Любые оправдания, даже по незаконному приговору, требуют тщательной, спокойной аналитической работы, основанной на логических выводах, законах развития информации, социальных законах и юридических, положенных в основу законодательства той страны, в которой происходит сам процесс. Оправдательный приговор Григорию Гробовому восстановит мир во многих душах, раздерганных информационным терроризмом, потому что вечность все равно проливает свой свет на землю.